Ребята, всем привет! Меня зовут Елена Райзман и добро пожаловать на мой канал. Если ты меня видишь впервые и не знаешь, кто я такая, то скорее подписывайся на мой канал, тебе обязательно понравится. А мне понравится, если ты подпишешься еще и на мой инстаграм, который ты видишь на экране. Потому что там осталось всего-то 12 тысяч до полмиллиона. Ну давайте уже добьем это число просто, уже не знаю, как это сделать. Сегодня я снимаю свой любимый фирменный скетч, если бы у блогеров были дети. У нас был довольно длительный перерыв с последнего ролика. Если вы не смотрели предыдущие три части, то обязательно посмотрите. Ссылки на них я оставлю в описании, они просто офигенные. В этот раз я решила не указывать имена блогеров, которых изображаю. Это должны сделать вы. Ну если, конечно, угадаете. Но сложность состоит в том, что не во всех скетчах я изображаю блогеров. В каких-то моментах я тупо проявляю свою фантазию и сама что-то придумываю. То есть не везде я показываю блогеров. Это сложно, но вдруг у вас получится, так что пишите. А также, если мы с вами наберем много пальчиков вверх, я сниму пятую часть, если я вижу, что вам эти видео реально нравятся. И, кстати, вы можете предлагать свои идеи к ценкам в пятой части. Возможно, именно ваша идея окажется в новом ролике. На самом деле, я уже давно не снимала скетчи, надеюсь, я от этого не отвыкла. Ну что ж, тогда мы начнем с вами. Итак, если бы у блогеров были дети. Четвертая часть. Поехали! Когда внутри тебя зарождается жизнь, это так прекрасно. Это прям подарок с небес. Моя малышка, мой смысл жизни. Мы тебя с папой так сильно ждем. Делаю яблочный сок, ведь я теперь питаюсь до нас двоих, а нам нужны витамины. Беременность украшает девушку. Не верится, вы посмотрите на меня. Без фильтров и без мейкапа. А все это моя малышка. Зая, я что-то не поняла, не заметила, но когда у тебя появился 9-месячный живот? Да расслабься ты, это всего лишь кофта. Я не беременна. Че? Зачем тебе это? А я что, виновата, что мои фотки и видео с животом набирают больше просмотров и лайков? Да на меня только за одно утро подписалось 100 тысяч человек. Я что, виновата, что люди в 21 веке любят только толстеньких котиков, клипы Little Big и беременных женщин? Какой у меня еще выбор был? А ты не думала, что живот это не просто украшение? Оттуда как бы дети вылезают, и твои подписчики будут ждать этого. Ты же не можешь ходить в пузяка несколько лет? Что ты им скажешь, когда они спросят тебя, где ребенок? Ну в аренду у кого-нибудь возьму, по барту. Мам, ну выпустите меня, холодно! Ну выпустите меня, холодно! Дорогая, ты что делаешь? Может, и на смерт, замерзнет там! А он учителем решил стать, а не блогером. А, ну тогда ладно. Привет, мои хорошие! Давно не виделись, как у вас дела? У меня все хорошо. Где твоя доча? Покажи ее. Доча? Сейчас покажу. Вот моя доча любимая, спит уже. О, кстати, если мы наберем 50 тысяч лайков, я болью ее водой. Так что, выбор за вами. Блин, вы набрали всего 30 тысяч. Какие-то вы неактивны у меня. Окей, если мы наберем 35 тысяч лайков, то я разрисую ее как-нибудь. О, 35! Мама Райдман слов на ветер не бросает, так что поехали! Мам, все хорошо? Все хорошо, помаши ручкой в камеру и скажи всем привет! Всем привет! Молодец! Ладно, не будем тебе мешать, все, высыпайся, пока! Ребят, мы сейчас находимся в каком-то запрошенном здании, где очень много обитает привидений. Вы это слышали? Доча, я что-то не поняла? Ты что стоишь как истукан? Бойся, пугайся, давай! Мам, мы находимся у нас дома, здесь нет никаких призраков, я не могу вот так вот на камеру врать! Я смонтирую это так, что будет выглядеть как будто там заброшенный дом, как будто тут реальные призраки, поэтому стой, бойся, ори! У тебя этот талант в крови! Я вообще, когда беременная была, специально по заброшкам ходила, чтобы тебе все это передавалось, вот весь вот этот вот мой талант. Хорошо! Снимаем. Снимаешь, да? Мы сейчас находимся в каком-то запрошенном здании, где обитают призраки! Ты адекватная, нет? Боже, какая бездарность! Короче, Аня и Катя, сейчас мы будем снимать вашу драку. Ты готов, да? Мам, ну мы не хотим драться, мы же сестры. Нам нужны рейтинги, просмотры и так падают, а эта вся дружная, любящая всех семья уже зрители вообще вот тут вот уелась. Ты снимаешь, да? Деритесь. Боже мой, да кто так дерется? Ты возьми ее за волосы, а ты возьми ее вот так за голову и по коленке, по коленке. Ладно, не хотела я этого говорить, но... Ань, Катя, клей твоего парня. Нет, я этого не делала, правда. Нет, не было такого. Как ты стерва. Отлично, отлично, ты снимаешься, да? Отлично, отлично. Так, тогда это относительно монтаж, что у нас там дальше? А, да расслабься, это на самом деле она никого не клеит, я просто пошутила. Она вообще твоего парня считает дотиком каким-то, так что не парься даже. О, снимай, снимай, снимай. Теперь Миша и Марина снимаем, как вы целуетесь. Мам, ты че? Мы вообще-то брат с сестрой, я не буду как бы ее целовать. Так и напишем на обложке. Мама застукала, как брат и сестра целуются. Нормально же? Нормально. И все, в монтаж это относи. Что случилось? У меня хейтер появился. Она сказала, что я некрасивая. Боже мой, если бы я на каждого хейтера обращала внимание, это, извините, никаких нервов не упасешься. Веди пример с меня. Кошке все равно, что говорят о ней мыши. Хорошо. Мама, ты видела, что тебе Мария Павла написала в комментариях, что у тебя волосы отстой, сухие, безжизненные и вообще, короче, много гадостей написала про них. Да, видела. И мне плевать, что она там говорит. А, хорошо. Ну что ж, я приехала в салон Эстель, чтобы они решили мою проблему с сухими волосами, чтобы больше таких, как Мария Павла, на комментариях не было. Посмотрим, что они мне предложат. Сегодня я буду пробовать новинку от Эстель Отим Нуар, которые направлены на биоризм человека. Я буду тестировать дневную услугу, ведь именно днем волосы, как и весь организм в целом, готовы к раскрытию своего потенциала. С помощью процедуры Отим Нуар на волосах будет создано гомогенное покрытие, которое восстановит поврежденные участки волос и защитит от поверхностных повреждений, сделает волосы более плотными и гладкими. Для начала мне помыли голову шампунем равновесия. Он бережно очищает, придает плотность, а также блеск волосам. Наносит, кстати, массажными движениями. Далее мне нанесли маску «Наслаждение для волос». Эта маска восстанавливает структуру волоса, обладает необычным приятным ароматом и в нее красивый фиолетовый оттенок, который, кстати, не влияет на цвет волос. Как называется? Климазон. Климазон для того, чтобы... Чтобы глубже в структуру волоса проникнули все питательные вещества. Угу. Про вдохновение с биопептидами облегчает укладку, придает волосам насыщенный блеск, обеспечивает термозащиту и антиоксидантную защиту, что особенно актуально в дневное время суток. Далее приступаем к укладке. Огромное спасибо Эссе за такой подарок, реальная просто магия. Вот прям подходит под тематику, очень-очень нравится мне. А еще мне дали с собой подарочек. Также дома буду хаживать своими волосиками, восстанавливать их, и они у меня всегда теперь будут такие мягкие и приятные. Реально процедура вообще суперская. Ну вот, другое дело, теперь Мария Павловна можешь удалять свой комментарий, поняла? Классно, классно, классно. Доча, иди сюда. Да, мам. У тебя все хорошо? Ты не заболела? Нет. А с пальцами у тебя что, они не переломаны? Нет. А телефон тебе как за 165 тысяч? Хороший, не ломается? Да. Тогда объясни мне, какого я выкладываю фотографии в инстаграм, уже пятую фотку выпустила, а ты ее до сих пор не лайкнула? Я просто к тебе в профиль не заходила. Что? Так зачем я тебя вообще рожала? Зачем? Чтобы ты фотки мои лайкала, а еще видео мои пиарила, репостила и просмотры там накручивала, сидела и смотрела вот так целый день. Может быть нам тогда с папой отказаться от тебя, раз ты такая бесполезная? Мамочка, ну не надо, пожалуйста, я просто так не буду. Хорошо, Леночка, 585, дадим тебе еще шанс. Иди лайкай. Хорошо. Так, дальше у нас кто? 325 и 795 ребенок, подойдите ко мне сейчас. Ну что, дети мои, ваших лайков я тоже не вижу. Быстро исправить, иначе на улицу выгоню. Все остальные молодцы, хорошо справляетесь. Спасибо, мам. Доча, это что такое? Спаси, мам, я просто хотела красивой быть. Я ей говорю, что это такое? Ты бы еще платье до пола надела. Ты нормально? У тебя даже коленки прикрыты. Иди сейчас в шкафу папа поройся, найди там футболку, как раз тебе будет как платьице. Мам, ну если я накнусь в этом платье, то там все все увидят. Все увидят и лайк поставят. А если будет на что посмотреть, то еще и подпишутся. Мам, я не хочу у меня уйти. Давай иди, мать плохого не посоветует. Мам, ну мне в школу надо. Приготовь, пожалуйста, мне завтрак. Ага. Ты не видишь, мама видео монтирует? Сама приготовь себе завтрак. А я тогда все видео твои задизлайкаю и месяц тебя в инстаграме лайкать не буду. А еще в комментариях напишу, что ты Бузову копируешь. Ну знаешь, ты не ребенок. Ты садист. Ты сатана. На, жри сузов. Совсем больная, что ли? А ты куда пошла? Мусор вынести. Не накрашенной? Ну мне ведь только 7. И к тому же я же не в садик иду, а мусор вынести. Мне не надо, чтобы потом паблик на 3 буквы писал, что у самой популярной бьюти-блогерши дочка ходит выносить мусор не накрашенной. И вообще выглядит как бомж. Ну мам. Быстро пошла и накрасилась. Так лучше. Теперь да. Теперь можно мне мусор вынести? Только не забудь об этом снять сториз. Своих мозгов совсем нет. Вот про сториз она точно бы забыла. А это очень важно. Иначе как? Люди узнают, что ты тоже выносишь мусор. Почему у меня такая бестолковая дочь? Объясните мне, пожалуйста. Ну и на этом все. Я хочу заранее извиниться за свою нелепую актерскую игру, которой вообще вовсе-то и нет. Но я старалась. Главное, что смысл передала. Поверьте, да, в этих роликах был смысл. Вот. А я как бы все сижу и жду, когда вы на меня подпишитесь в инстаграме. Как бы оповещений пока еще нет. Так что давайте просто взорвем мой телефон и уже добьем полмиллиона в инстаграме. Я хочу круглое число. А также я жду вашей идеи к ценкам, к роликам, если бы у блогеров были дети. И возможно именно ваша идея окажется в следующем видео. А я покажу за просмотр. Не забудь подписаться на мой канал. Всем пока. И, кстати, вы можете предлагать свои идеи к ценкам в пятой части. И, возможно, именно ваша идея окажется в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok